Дорогие друзья, я приветствую вас на нашем богослужении и сегодня для вас будет проповедовать Шерон Доггерти. Она является почетным пастором церкви Виктори, которая находится в Соединенных Штатах Америки в городе Талса, а также более 40 лет возглавляет международное служение. Здравствуйте, я пастор Шерон Доггерти из Христианского Центра Победы в Талсе в Оклахоме. Я очень благодарна за возможность обращаться к вам сегодня и вдохновлять вас Словом Божьим. Я хочу поделиться с вами посланием на тему, как жить в Победе. Я хочу начать с Евангелия от Иоанна 16 главы 33 стиха. Это знакомый стих для многих из нас, кто в церкви уже давно, но я хочу снова вам его напомнить, поделиться им. Иисус говорит следующее, «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Сейчас я прочту этот же стих из расширенного перевода, потому что он нам поможет понять его лучше. Он говорит, «В этом мире будете иметь скорбь». Определение слова «скорбь» в оригинале, что оно означает? Что в этом мире на вас будет давление, будут трудности, вы будете гонимы и будут горести. Горесть или несчастье включают в себя болезни, потери, горе, печаль, психические расстройства, тревоги. В мире, где мы живем, все эти вещи нас окружают. Но только потому, что мы живем в негативном мире, не значит, что мы должны быть негативными людьми. Я верю, что Иисус хочет нас вдохновить этим утверждением, когда Он сказал, что Он победил мир. В расширенном переводе сказано, «Будьте уверенными и бесстрашными. Мужайтесь, потому что Я победил мир, и победа Моя прибывает». Вау! Когда мы понимаем, что Иисус не просто говорит, «Хорошо, будьте счастливы, смейтесь, радуйтесь, потому что Я победил мир». Нет, Он говорил, «Будьте уверенными в Божьем слове». Другими словами, «Не унывайте, не давайте место страху». Но Он говорит, «Моя победа, которую Я получил на кресте и через Мое воскресенье, она для всех вас. Это победа, которая продолжает пребывать во всех поколениях». Иисус одержал победу над дьяволом, когда победил смерть, ад и могилу, когда поднялся в победе. И эта победа в воскресенье по-прежнему принадлежит нам сегодня. Поэтому в мире, в котором мы живем, есть скорбь, есть болезни, потери, утраты, печали, разочарования, боль, давление, трудности, гонения. Все это есть в нашем мире, в котором мы живем. Мы этого не отрицаем. Однако мы отрицаем их способность управлять нами, контролировать нас, потому что внутри нас живет Христос, победитель. Он все преодолел. Он дает нам с вами способность преодолевать и побеждать. Дамы, я знаю, что мы всякое в жизни проходим. Я сама тоже разные вещи проходила. В январе 2008 года мой муж повернулся ко мне и сказал, «Я нутром чувствую, что скоро станет тяжелее». Ну что же, мы оба помолились, и вот что он получил в духе. И в следующем году, в 2009 году, мой муж заболел. В то время он обращался к врачу, мы стояли на слове, мы молились. Мой муж почти никому ничего не говорил о том, что происходит, но он продолжал лечиться. Мы думали, что он исцеляется. А потом, спустя какое-то время, он начал слабеть, потому что болезнь изменилась. Он простудился, из-за этого он потерял аппетит, и потом начал слабеть еще больше, иммунная система начала слабеть. В общем, эта болезнь изменилась, и ему стало хуже. И мой муж ушел к Господу в 2009 году, в ноябре. Мы этого не ожидали, мы ожидали, что он исцелится. И так, когда это произошло, негативное произошло, из-за чего произошло психическое расстройство, тревоги, проблемы, трудности. Некоторые люди не хотели приходить в церковь из-за того, что он больше не проповедовал за кафедрой. И тем не менее, в то время, когда он ушел, на следующий день после его ухода, я слушала Бога, я услышала в духе. Тебе нужно встать, успокоить овец и вести их дальше. Я хочу вас вдохновить. В мире, в котором мы живем, полно негатива. Вам необходимо уметь слышать голос Бога. Вам нужно знать его голос. Как его знать? Через его записанное слово. Вот почему дьявол пытается увести вас от ежедневного чтения Библии. Но пока вы читаете Слово Божье, изучаете Библию, вы учитесь понимать, как Бог говорит, как Бог мыслит. Вы узнаете его пути. И таким образом, вам становится проще, правильно различать вещи в жизни. Вот я услышала этот тихий голос внутри себя, который сказал мне, что мне нужно встать, успокоить овец и вести церковь дальше, вперед. Я приняла эти слова, не задумываясь о масштабах происходящего. Я знала, что в следующее воскресенье я буду проповедовать. И мне позвонил совет, и они сказали, не знаю, как вы себя чувствуете, хотели бы вы, говорили мы об этом или нет. Но я сказала, да, Господь уже говорил со мной об этом, я это знаю. И вот я вступила в эту роль. Женщину пастора не всегда принимают, или, по крайней мере, раньше так было. Но сейчас женщины все чаще занимают лидерские позиции в различных сферах. Но на мне была благодать Бога, и Он помогал нашей церкви переживать Его благодать. Мы шли вперед, мы исцелялись. Однако через два с половиной года моего пастырского служения нам пришлось пройти еще одно очень трудное испытание. Нас поносили, критиковали, клеветали, о нас лгали, даже в новостях. Мне было так горько, потому что я хотела себя защитить, мне хотелось что-то сказать в ответ, хотя мне запретили говорить, сказали, что я должна молчать, пока все это продолжается. Я помню, что это было очень сложное время, но Господь продолжал вдохновлять меня. Оставайся в слове, оставайся в слове. Знаете, посреди любых тревог и невзгод и испытаний, какие бы мы ни проходили, даже если это разочарование, если это наговоры, клевета, если враг атакует нас, нам необходимо стоять на слове Божьем, потому что Божье Слово будет поддерживать нас, будет нести нас вперед, независимо от того, что бы мы ни проходили в жизни, и будет говорить к нам. Все это время Бог говорил в мое сердце. И мне все это время приходилось проповедовать, мне приходилось выходить на публику, это не всегда было легко. Но знаете, я приняла решение, я победитель. Из-за того, что Христос внутри меня, я выйду победителем. Мне приходилось быть сосредоточенной все это время. Я хочу вас вдохновить. Независимо, что бы вы ни проходили сейчас, оставайтесь в слове Божьем. И как он говорит здесь, будьте уверенными, не унывайте, не давайте место страху. Страх – это дух. Так же, как и вера – это дух. Так говорит Библия. Библия говорит, «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы, любви и целомудрия». 2 Тимофея 1, 7. В 6 стихе написано, «Возгревай дар Божий, который в тебе». Как возгревать в себе этот дар? Об этом Павел пишет Тимофею. Тимофей уже был пастором какое-то время. Он был молодым пастором. И в тот момент на Тимофея начались гонения. Он проходил через трудности. Павел его ободрял. Говорит, «Тимофей, я молюсь о тебе». Но еще он сказал, «Не позволяй духу страха войти в тебя, но оставайся в духе любви, силы и целомудрия». Ты несешь любовь к Богу. Ты должен двигаться дальше в Божьей силе, Его власти, Его чудотворной силе и в целомудрие. Я даю тебе нужную мудрость, через что бы ты ни проходил. Я думаю о людях, которые в разные периоды истории проходили свои испытания, трудные времена, гонения, испытывали болезни. Прямо сейчас на наш мир обрушилась пандемия коронавируса, которой мы не ожидали. И тем не менее, многим людям пришлось пройти через нее. Мне самой пришлось пройти. Даже мне самой довелось это испытать. Я победила, я благодарна. Но знаете, мне приходилось хранить свой фокус. Посреди этой болезни она пытается захватить разум, пытается отнять силы, пытается заставить вас почувствовать себя слабыми. Вы не чувствуете желания читать Библию, что-то делать. И поэтому необходимо сфокусироваться, сосредоточить свой разум и сказать себе, «Хочу или не хочу, но я буду читать Библию» или буду слушать мою Библию на телефоне, потому что сейчас есть множество аудиоверсий, которые можно слушать на телефоне. Но постоянство в течение всего года в чтении Библии – это залог постоянства в жизни. Такой плод это произведет в вашей жизни. Ваше внимание к Слову, оно вернется и произведет плод в вашей жизни. Вот каков будет результат. И поэтому мне это пришлось делать. Я исповедовала то, что говорит Слово Божие, даже когда я не чувствовала желания это делать. Он говорит, что мы победители, что мы можем победить болезнь, можем победить клевету, гонения, тревоги, душевное расстройство, потому что иногда, когда мы проходим, через то, что мы прошли в этой пандемии, некоторые люди потеряли работу, кто-то потерял источник дохода, и они находятся в состоянии психического расстройства. Я хочу вас вдохновить вернуться к Божьему Слову и провозглашать то, что говорит Бог, потому что Бог божественным образом может обеспечивать нас, сверхъестественным образом, даже больше, чем обычный наш доход. Он может давать нам. Он может просто побудить кого-то принести вам к двери, поставить сумку с продуктами. Я видела, как это происходит очень часто с людьми. Мы верим Богу, мы верим Его Слову, и Бог сверхъестественно обеспечивает. Даже у меня в семье, одни мои родные, получили так машину, слава Господу, потому что им нужна была машина побольше, чтобы вместить всех детей. И я тоже вдохновляю вас. Вы можете взять Священное Писание и применять его к любым сферам своей жизни, в котором вы нуждаетесь. Он хочет, чтобы вы отличались. Он хочет, чтобы вы были другими в окружающем мире. Такова воля Божья. Он хочет, чтобы вы выделялись как свидетельство, и чтобы вы свидетельствовали другим людям. Я могу вам сказать, что даже с тех пор, как мой муж ушел к Господу, и со времени того испытания, которое нам пришлось пережить, и даже в этом коронавирусе, в этой ситуации, через которую я прошла, все еще остается возможность нам пройти. Я хочу вам сказать, что Бог может вам помочь. Может быть, ваш брак на грани разрыва. Тогда я говорю вам, если вы возьмете Священное Писание, примените к своей ситуации Слово Божье, Бог ответит на веру. Вам необходимо хранить свою веру посреди любых невзгод. Во 2 Коринфянам 4, 13 написано, «Но имея тот же дух веры, как написано, я веровал и потому говорил». Вы говорите свою веру. На эту же тему Иуды 20, «Назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым». Я заметила, что когда я молюсь на языках, Святой Дух молится через меня, и это назидает мой дух. Это дает мне силы, энергию моему духу. И когда я молюсь Священным Писанием, это тоже мне помогает. Это напоминает мне о том, что я могу справиться, что я могу преодолеть. Я увижу победу во имя Иисуса Христа. У вас тут разочарование. Этот мир, в котором мы живем, полон разочарований. Библия говорит, что нас окружает множество голосов вокруг, которые хотят нам говорить и отвлекать нас. Поэтому я вдохновляю вас, не позволяйте ничему отвлечь вас от главного. А главное – это Слово Божье. Главное – это слышать Его голос, знать Его голос. В Иоанна 10, 27 сказано, «Овцы мои слушаются голоса моего, и они идут за мной». Всю свою жизнь я изучала этот голос. В Евреям 3, 7 написано, «Ныне, когда услышите голос Его, не ожесточитесь сердец ваших», как поступили израильтяне, когда были в пустыне. Они начали отводить взгляд от Бога и от Слова Божьего, и стали смотреть на обстоятельства. Когда они пришли в землю обетованную, тогда все, что они видели – это были великаны, все, что они видели – то, что просторы земли казались им непосильными, чтобы завоевать их. Но Бог, Бог сказал, «Я с вами». Он сказал Иисусу Навину, «Я с тобой так же, как я был с Моисеем, и я буду с тобой». И Он сказал ему, «Да не отходится я, книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях своих, и я буду с тобой, я буду помогать тебе». И они сразу же увидели, как Бог разделил перед ними реку Иордан. Видите ли, израильтяне – это было следующее поколение, и хотя Моисей и предыдущее поколение уже проходили через Красное море, этому новому поколению нужно было увидеть сверхъестественное чудо от Бога. И поэтому Бог сказал им, «Я буду с вами, так же, как я был с Моисеем». И вот Иисус Навин говорит народу, «Очиститесь, завтра вы увидите чудеса». И так они и сделали, они настроились на поиск Бога. И на следующее утро, когда они вышли, Бог сказал им, «Первым делом я хочу, чтобы вы поставили ноги в воду». И вот они шагнули в воду, и вдруг воды начали раздвигаться. Они стали свидетелями чуда. Вода раступилась по обеим сторонам, как огромные стены, земля стала сухой, и они прошли по сухой земле на другую сторону. Они увидели это чудо, перешли на другую сторону, и там был Ерихон. Город Ерихон выглядел так, будь то он был неприступным. Стены были настолько толстыми, что можно было на колеснице с лошадьми проехать по ним. Вот насколько они были толстые. И все же Бог сказал им, «Я хочу, чтобы вы шесть раз обошли эти стены, ничего не говоря. На седьмой раз я хочу, чтобы вы обошли стены, и потом в конце закричали, и тогда стены падут». И они сделали в точности то, что Бог сказал им. И на тот седьмой раз, когда они закричали, стены пали. Но Библия не говорит, что они просто распались на части. Их придавило сверху, разрушились эти стены. Почему? Потому что Бог разрушил их. Я часто думаю, что мы хотим увидеть чудеса, но мы не готовы делать то, что Бог говорит нам делать. А нужно желать делать все по Божьему. Иногда Божьи пути кажутся нелепыми. Божьи пути выглядят так, будто не сработают. Но для нас важно всегда слушаться Бога. Этот голос внутри нас, который побуждает нас к определенным действиям. Знаете, когда вы родились выше, вам говорили делать определенные вещи, чтобы возрастать, как христианин. Вам говорили пребывать в Слове Божьем, читать Слово ежедневно, молиться ежедневно и общаться. Обязательно быть в общине среди верующих. Еще вам сказали, что нужно отдавать себя, нужно достигать других людей. Вот эти четыре пункта и часто мы, христиане, пренебрегаем ими. Много лет назад, в январе 1990 года, я проснулась среди ночи и услышала снова тихий голос внутри себя, который говорил, «Тебе интересно, как христиане будут обманываться в последнее время? Я покажу тебе». Я поднялась, встала и записала эти четыре пункта. Он сказал, «Они будут знать, что должны молиться, они будут знать, что должны читать Библию, они будут знать, что должны общаться с другими верующими, будут знать, что они должны давать, но они будут пренебрегать всеми этими четырьмя пунктами». Он мне сказал, что это как стул. У стула четыре ножки. Если одной ножки не хватает, то, в общем-то, можно балансировать на трех ножках, можно попытаться усидеть на этом стуле, но если убрать две ножки, то стул упадет. И даже с тремя ножками, если вы наклонитесь в какую-то сторону, он упадет. Я хочу вас вдохновить. Вам нужны все эти четыре пункта вашей жизни. Вам нужно слово, нужно молиться ежедневно. И вам нужна община, вам нужны отношения. Вам нужно прилепиться к церкви, прилепиться к другим христианам, которые сильнее вас, которые могут вам помочь. И еще вам нужно отдавать. Я чувствую, что через трудные времена, когда мы проходим, даже будь то испытания, клеветой и критикой, когда мы проходили, Бог продолжал со мной работать и говорил, продолжай отдавать, не переставай отдавать, продолжай достигать людей. Так мы делали. Мы жертвовали финансово, мы продолжали достигать людей все то время. Это было нелегко, но знаете, мы справились. Бог провел нас. У нас никогда не было недостатка. Бог восполнял все наши нужды все то время, но мы продолжали давать. Также мы хранили отношения. Мы всегда оставались на связи. Вы становитесь похожи на тех людей, с кем общаетесь. Если хотите быть сильными, тогда дружитесь с теми, у кого есть сила, духовная сила. Если хотите оставаться слабыми, тогда не дружите. Что я заметила по поводу коронавируса, то, что в СМИ есть тенденция запугивать людей и стараться вынудить их изолизироваться от общества, оставаться дома, не желать компании других людей. Я хочу вдохновить вас. Вам нужны люди. Вам нужно быть на связи с другими людьми. Почему? Потому что в изоляции даже медицинские исследования говорят, психиатры говорят, когда люди изолируются, они становятся более подвержены депрессии, они более подвержены мыслям о суициде, они быстрее сдаются и чувствуют себя никому не нужными. Они не понимают, зачем они здесь. Я хочу вас вдохновить. Вы здесь не случайно. Каждую неделю в церкви на воскресных богослужениях мой сын просил нас исповедовать следующие слова. Я здесь не случайно, у меня есть цель. Мое сердце открыто. Мой разум готов принимать, потому что Бог еще не закончил со мной. Мои лучшие дни еще впереди, и у меня есть победа в жизни, потому что Иисус живет во мне. Каждую неделю мы провозглашали эти слова. Понимаете, когда вы что-то провозглашаете, снова и снова, тогда они оседают внутри вас весомо. Надо верить в это. Я в это верила. Некоторые говорят, ну, мои лучшие дни уже прошли. Но, знаете, небо перед вами. Если вы остановитесь и задумаетесь, что лучшие дни еще впереди, даже здесь на земле, Бог может употреблять вашу жизнь великим образом, если вы поверите. Итак, мы храним свою веру Словом Божьим. Мы учимся слышать Божий голос через Его Слово. Узнаем Его голос через молитву, молитву в духе, молитву на языках. Мы зазидаем свою святую веру. И также мы видим, что нам нужны другие люди, другие христиане. Даже если вам нужно носить маску, вам по-прежнему нужны люди, другие люди. Вдохновляю вас. Находите связи. Прикрепляйтесь к церкви. В Евреям 10, 25 написано, как мы видим приближение дня возвращения Господа, не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычаев. Почему? Потому что Бог знает, что мы нуждаемся друг в друге. Он вложил эту потребность внутри нас, когда сотворил нас. Вам нужны другие люди. Вам нужны отношения. Какая польза от пандемии? То, что многие люди научились выходить в интернет и общаться с людьми в интернете. И это хорошо. Но нам по-прежнему нужна община. Спустя время мы понимаем, нам нужно общение, физическое общение. И поэтому Писание говорит, не будем оставлять собрания своего. Значение слово «собрание» физически собираться вместе. Когда мы встречаемся вживую, мы способны увещевать друг друга, вдохновлять друг друга, мы способны укреплять друг друга. И Бог знает, что мы в этом нуждаемся. Я вас вдохновляю. Снова собирайтесь вместе. Необходимо иметь способность делиться друг с другом мудростью. Если не можете, выходите в интернет, и там общайтесь с людьми. Таким образом. У нас есть собрания в интернете, но также мы и вживую собираемся вместе, здесь, где мы находимся. Я понимаю, что в разных странах ситуация разная. Поэтому действуйте по обстоятельствам. У нас в Америке есть церкви, которые твердо стоят на своем, на общих собраниях. И в некоторых штатах, где у нас особенно либеральное правительство, дело даже доходило до суда, до судебных разбирательств. Судебные процессы шли по делу церквей и христианских фирм, юридических фирм, которые поддерживают церкви. Эти церкви собираются, потому что они непоколебимо верят в свое право на это. Я знаю, что в других странах не везде демократия, как у нас здесь в Штатах. Мы можем так поступать. Но где бы вы ни находились, найдите способ, как общаться с людьми по интернету, по телефону, как угодно, разными способами. Находите, как общаться. И находите способы, как отдавать себя. Отдавать не только свои финансы, но также давать что-то людям, чтобы достигать их, помогать им. Вы настолько будете получать большие благословения через это. Писание говорит, что блажение давать, нежели принимать. И это правда огромное благословение. Я вас вдохновляю, что в разгар всего, что происходит сейчас, у вас, как победителя, жизнь должна быть свидетельством. Вы же соль земли. Что делает соль? Дамы, вы знаете, когда вы готовите, то соль действует как приправа. То есть она влияет на все содержимое кастрюли. Еще соль, помимо того, что она добавляет вкус, она сохраняет. Раньше, когда еще не было холодильников, люди солили мясо. Они покрывали его солью, как горой. Почему? Потому что соль сохраняет мясо. И мы здесь, на земле, чтобы сохранить землю до тех пор, пока Иисус не вернется. Еще соль топит самый твердый лед. Вы бросаете соль на лед, и он тает. Соль может растопить самую замерзшую льдину, самые замерзшие сердца. Соль исцеляет. Вы знаете, что в океане вода соленая. Я помню, однажды у меня был порез на ноге, и он зажил очень быстро, как только я искупалась в океане. Почему? Потому что соль заживляет. У соли так много различных характеристик. Соль можно везде найти. И мы, христиане, мы тоже по всему миру. Богу нужны мы, чтобы оказывать влияние на других. Я покупаю... Еще Саня говорит, что мы свет миру. Я покупаю маленькие фонарики своим внукам, они обожают их. Я храню их у себя. И когда дети приходят, они знают, в каком ящике их найти, берут их и идут куда-нибудь в темное место, чтобы включить там фонарики. Потому что фонарь – это образ света миру. Мы озаряем помещение, где бы мы ни были. Мы показываем людям, что может быть во тьме, где они не видят, что вокруг них находится. Теперь вдруг они видят. Вот прямо сейчас я как фонарь, возможно, помогаю вам увидеть то, чего вы не видели раньше. И просто вдохновляю вас увидеть это снова. Бог хочет, чтобы вы были светом миру, чтобы вы вдохновляли других, чтобы помогали другим увидеть дорогу. Очень часто, просто разговаривая с кем-то, слушая человеку, вы помогаете ему увидеть нужное направление, которого они ищут. Помню, как-то раз я была на пробежке, бегала, бежала по тропинке и пробегаю мимо одного молодого человека. И когда я пробегала мимо него, я услышала внутри себя голос. В следующий раз, когда ты пробежишь мимо него, скажи ему, следуй за своим сердцем. Я сделала еще один круг, и в этот раз он шел. И пробегая мимо, я ему сказала, следуй за своим сердцем. И дальше побежала. Вдруг этот молодой человек бежит рядом со мной, я его не знала. И он сказал, простите, но почему вы сказали эти слова мне? Я сказала, потому что Господь проговорил в мое сердце и сказал мне передать вам эти слова. Он сказал, может быть, вы еще что-то знаете, что мне нужно знать? Я ответила на это, а что происходит в вашей жизни? Он сказал, я собираюсь жениться, а я в помолвке. И я знаю девушку, это уже 4 года, мы познакомились еще до колледжа, и сейчас я заканчиваю колледж. Мы планировали пожениться сразу же после моего выпуска, а она поехала в другой колледж, и она решила идти в другом направлении. Но он говорит, я думал, у меня столько вопросов в сердце, мне как-то некомфортно по поводу этого брака. И он говорит, когда вы сказали, следуя за своим сердцем, я говорю, ваше сердце пытается вам сказать, не женись. Это не я вам говорю, я ему сказала, но ваше сердце вам это говорит, вам нужно следовать за своим сердцем. Почему? Потому что Бог видит наперед, и Он знает, что это будет трудный путь для вас, если вы женитесь на человеке, на девушке, которая не готова подстраиваться и меняться. Он говорит, интересно, потому что она мне сказала, я не призвана к служению. Она сказала, но я призвана заниматься другим делом. Я рада, что ты будешь, я не против, чтобы ты занимался служением, если это твое призвание. Я говорю, нет, так не сработает. Вот что происходит сейчас. Дух Святой пытается вам это поднять в разуме, в уме, Он пытается вас уберечь. Он говорит, спасибо вам большое. Смотрите, что я сделала? Я просто посветила фонариком перед Ним, чтобы Он увидел то, что Он уже знал. И иногда Бог тоже вас употребляет для этого в отношении к другим людям. Я хочу вдохновить вас сегодня. Вы победитель не только для себя, но вы победитель для того, чтобы помогать другим людям. Так я вижу жизнь. Бог хочет, чтобы мы жили в победе, потому что мы нужны Ему здесь на земле. Мы нужны Ему, чтобы помогать другим людям. И сегодня я хочу закончить молитвой о вас, потому что я знаю, жизнь победителя не всегда легкая. Как я уже рассказывала вам раньше, я проходила такие обстоятельства, когда сложно было читать Слово, сложно было молиться, сложно было продолжать идти, поддерживать других людей, стоять в победе. Но Иисус говорит, я дал вам неприходящую победу. Она пребывает. Она не приходит и уходит, она остается. И я сейчас хочу помолиться о вас. Господь, я молюсь за мою сестру. Я молюсь о каждой, кого ты видишь здесь, кто смотрит нас. Я молюсь о том, чтобы ты дал ей благодать. Ведь твоя благодать, это не только твое расположение, благоволение, но и твое божественное наделение нас силой, чтобы мы делали то, твою работу, которой нам не хочется. Поэтому я молюсь о твоей благодати, чтобы она окружала и поддерживала ее. Я молюсь, Отец, о том, чтобы ты осветил Духом Святым ее, чтобы ты вел ее, направлял и говорил, вот твой путь. Делай это, не делай то. Я молюсь, Господь, помоги ей слышать твой голос внутри себя. Помоги ей слышать твой голос через твое записанное слово. Господь, я молюсь прямо сейчас, пусть Слово Божье пребывает в ней обильно, чтобы она была ведома тобой, не своими чувствами, но ведома была тобой, Дух Святой. И я молюсь, Господь, укрепи ее веру. Господь, дай ей друзей, которые также будут укреплять ее веру. Господь, я молюсь, чтобы ты помог ей не быть негативной. Помоги ей оставаться в вере, в исповедании веры, Господь, независимо от того, как бы это ни выглядело, чтобы ее глаза были на тебе. Иисус, я молюсь прямо сейчас, чтобы ты дал ей эту поддержку. Во имя Иисуса я молюсь. Аминь. И также я хочу помолиться за вас, если вы болеете. Мы связываем. Библия говорит, я дам вам ключи от царства, и что свяжете на земле, то будет связано на небе, что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Я связываю дух коронавируса на вас. Я связываю дух этой болезни. Я связываю духи немощи, дух рака. Я связываю дух сердечно-сосудистых заболеваний, болезней легких. Я связываю дух немощей, опухолей. Я говорю, будьте искоренены, разрушены, удалены во имя Иисуса. Я говорю, болезням исчезнуть во имя Иисуса. И Господь, пусть сейчас, тот же самый дух, который воскресил Иисуса из мертвых, оживит ее смертное тело. Я провозглашаю прямо сейчас, оживи ее смертное тело, от макушки, головы и до пят. Я говорю всем мигреням, головным болям, прекратиться сейчас же во имя Иисуса. Все боли, убирайте сейчас же во имя Иисуса Христа. Я молю, Господь, чтобы твоя благодать сейчас пришла и твоя сверхъестественная целительная сила сошла и затопила все ее существо во имя Иисуса. Та конечность, которую вы не могли раньше двигать, начинайте сейчас двигать. Руками, ногами, начинайте вставать, шевелить ногами, пальцами во имя Иисуса. Бог говорит, что Он оживляет ваше смертное тело. Он наделяет вас силой. Начинайте провозглашать. Я благодарю тебя, Господь, за то, что ранами Иисуса я исцелена. Я избавлена от проклятия болезней и немощи. Я благодарю тебя, Господь, за то, что ты послал свое слово, чтобы искупить меня и спасти меня от всего разрушительного, от дьявола. Я благодарю тебя, Господь. Ты мой целитель. Ты, Господи, восстанавливаешь мое здоровье и залечиваешь мои раны. Славлю тебя, Господь. Воздаю тебе славу и честь. Славьте Бога. Те из вас, кто сейчас находится в такой ситуации, что вам нужно принять решение, я молюсь, чтобы мир Божий наполнил ваше сердце и разум во имя Иисуса Христа. Я молюсь, чтобы вы были ведомы миром и покоем, а не чувством тревоги, чтобы вы были ведомы тем внутренним свидетельством Духа, чтобы вы получали подтверждение и извне во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Богу. Я верю, что когда вы подчиняетесь Иисусу, Бог будет работать в вашей жизни. Помолитесь со мной вслух. Я подчиняюсь Господству Иисуса. Я молюсь прямо сейчас. Иисус, возьми мою жизнь. Будь моим Господом и Спасителем. Я верю в Твою кровь, которая очищает мои грехи. Я раскаиваюсь в своих грехах. Я обращаюсь к Тебе, Господь, всем своим сердцем. И я прошу, чтобы Твоя воля исполнилась в моей жизни. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу. Спасибо за то, что слушали. И я молюсь о благословении Божьем на вас, чтобы Он наполнял вашу жизнь своим светом с этого дня и вовеки. Спасибо. Аминь. Мы благодарим Шерон за прекрасное послание. И также, друзья, вы можете поддержать нас финансово. В Луке, 6 главе, 38 стихе, Иисус в своей Нагорной проповеди говорит следующие слова. «Давайте и дастся вам меру добрую, утрясенную и нагнетенную, и переполненную отсыплют вам в лоны ваши, ибо какую меру мерите, такую же отмерится и вам». И что-то совершенно особенное в даянии. Когда мы даем, мы становимся причастниками Божьего естества, ведь наш Бог, Он даятель. Бог есть любовь, и любовь всегда дает. Спасибо вам большое за ваши дары, за ваш вклад, и пусть Господь благословит вас. Есть несколько способов пожертвовать онлайн. На сайте walrus.org, через QR-код, который нужно отсканировать в приложении своего мобильного банка, или через Сбербанк Онлайн. Для этого в строке поиска введите слово «Жизни», выберите библейский центр слова «Жизни» и в назначении платежа укажите пожертвование. Благодаря вам и вашей щедрости Церковь продолжает функционировать, несмотря на кризис.